всем здравствуйте рада приветствовать вас на своем канале также хочу поприветствовать новых подписчиков хочу сказать что если вы еще не смотрели мои плейлисты то расклады моего канала направлены на самопознание на индивидуальную работу моя задача провести анализ ситуации для того чтобы каждый из вас узнал что-то о себе новое задумался и начал самостоятельно менять то что его в своей вашей жизни не устраивает я не рассматриваю канала расклады на тему взаимоотношений да то есть общее направление это вот самопознание и иногда я делаю расклады на профессиональную тему но опять-таки связанную либо с финансами да но так или иначе связанную с анализом также хочу поблагодарить человека который недавно мне прислал достаточно большой донат мне было очень приятно я не знаю вашего имени но не было приятно все как обычно три позиции голубенькие красненькие зелененькие камешек тайм-коды есть в описании к этому видео работать будем на колоде таро сумасшедшего дома ну по крайней мере я приготовила темного света и темные истории колоды чака спица на вот и мы посмотрим сегодня с вами тему сама саботажа и и предложила татьяна дергилева посмотрим как вы сами себя саботируете на пути к успеху если вы готовы мы приступаем и так позиция номер один голубенький камешек сначала я хочу посмотреть вашу точку b то есть непосредственно успех на которому вы идете то есть к чему вы идете единички ну солнце прекрасно арка идете вы к счастью если так можно сказать да именно действительно к успеху к счастью к успеху возможно кто-то идет к начинанию какого-то нового витка своей жизни до более возможно осознанного более яркого более легкого но и при этом знаете такого прозрачного то есть когда все ясно когда все понятно уже нет вот этих темных аспектов здесь кто-то что-то нет сказал здесь это что-то я не подняла здесь либо не понял здесь такое знаете ощущение что я хочу простой нормальной жизни которая бы меня удовлетворяла при этом я хочу чувствовать себя в центре внимания я хочу быть тем солнцем вокруг которого все в моей жизни будет вращаться здесь не про эгоизм здесь вот такое здоровое взрослое поведение когда человек действительно хочет успеха хочет счастья возможно для кого-то важна какая-то лидерская позиция до человека который ведет за собой куда-то людей возможно человека который устал быть в отшельничестве и хочет как-то проявить себя заявить о себе побольше да человек который хочет светить человек который хочет что-то отдавать другим людям я говорю разные варианты потому что все-таки канал расклад общий вот здесь может быть разные моменты но солнце это всегда про зрелую такую позицию да когда я понимаю что именно я хочу если это не связано не привязывать никакой сфере дата элементарно я просто хочу быть счастливым я просто хочу быть успешным человеком я хочу быть человеком у которого есть финансовое благополучие то есть он не нуждается в деньгах и как маленький ребенок который умеет если так более философски это маленький ребенок который умеет наслаждаться каждым мигом своей жизни который видит радость такой знаете не то чтобы просветленный потому что до такого этапа ну может быть у кого-то действительно есть такая цель кто знает вы же все разные но здесь такой знаете я устал от каких-то вот недомолвок недопонимания до хочу простой хочется сказать человеческой жизни когда все ясно понятно вот без каких-либо мутных моментов без обмана без лжи это то куда вы идете это ваша . б где вы сейчас так сюда поставлю где вы сейчас на этой точке ну шестерка жезла да то есть смотрите вы идете к великому аркану на данный момент вы находитесь по крайней мере нету каких-то вмешательств до высших сил вот на вашем какие-то космических моментов на вашем пути да я могу сказать что вы уже сделали несколько шагов так такую большую часть к этому к этой точке вы уже прошли да то есть здесь ощущение того что шестерки жезлов что я знаете какая-то вот уверенность появилась да она еще шатковалка и то есть ну она в любой момент вы ее можете утратить но вот это вот ощущение что на данный момент я на коне до чувство такое как будто бы вы для себя что-то прояснили да вот именно на своем пути куда я хочу пойти что я хочу сделать и вот это вот ясный путь да вот это вот понимание того куда конечном итоге я хочу прийти она как-то придало вам больше уверенности почему я говорю именно так потому что ощущение того что возможно до этого вы и раньше пробовали но знаете как слепой котенок я не вижу куда иду да и иду на ощупь а вот здесь такое ощущение как будто бы у вас уже есть четкое понимание да вот пути которой вы для себя определили то есть вы появилась конкретика когда есть конкретика уже есть более понятно да какие шаги нужно совершать и есть осознание того что все это зависит от меня то есть путь намечен до . проясненная ситуация все планы все прописаны все все известно все составляющие и осталось только совершать только делать действовать и вот это вот придало вам уверенности да и ощущение что вот я совершил первую победу над самим собой не над кем-то не то что вот я что-то уже добился а победа над самим собой именно в прояснении что я наконец-таки определился знаете не столь важен скорее всего путь сколько важно вот это вот четкое понимание до определения чтобы была уверена чтобы не было вот этих сомнений да правильно я иду неправильно я иду туда не туда надо не надо вот это вот забирает очень много сил и энергии а здесь ощущение того что вы уже для себя определились что вот я хочу вот в этом направлении я иду да я с него сходить не буду до без словом где-то я могу что-то подкорректировать но общий вектор он уже понятен и ясен давайте теперь посмотрим да как как именно вы себе на этом пути да если все составляющие известны то есть . известно и точка б известно почему вы сами себя саботируете да ну мы понимаем что любой саботаж это страх да как правило страх недостаток в контексте нет достатка информации и вот здесь вот знаете у меня сразу идет такой некий диссонанс да то есть саботаж это когда я чего-то не знаю да я чему-то сопротивляюсь в данном случае каким-то переменам а сопротивляюсь либо потому что я не готов к ним либо потому что я не не хочу что-то в себе менять то есть знаете такое вот ощущение что я четко знаю что я хочу но я хочу чтобы это было в моей жизни именно на тех условиях которые меня сейчас удовлетворяют и я понимаю что есть несостыковка то есть если меня что-то не удовлетворяет сейчас на я должен что-то поменять а я меняться не хочу но при этом точку в точку б прийти я хочу точно так как живы да как вот как это как совершить вот эту вот свадьбу и союз соединить имея то что мне необходимо и при этом ничего не менять себе вот в чем здесь саботаж вот я только сказала да и в принципе вот четверка монеты здесь про это и говорит в колоде таро сумасшедшего дома мы здесь видим я вам покажу девушка которая держит куклы и она босая идет по по коридору она держит кукла смысл этого аркана он очень глубокий он говорит о том что и в этой в этом является ваш сама саботаж и вы если в этом узнаете значит это ваша позиция говорит о том что почему эту девушку считают сумасшедшие она попала в этот дом дело в том что этот человек он не может принять те перемены те изменения которые происходят в жизни и это связано с тем что жизнь бежит очень быстро до изменения происходят но я не могу удержать эту жизнь в своих руках адаптироваться я не могу данном случае истории этой девушки заключается в том что родители взрослеют да дети взрослеют и уходят родители взрослеют и умирают это естественный процесс и хочется остановить время спять чтобы эти люди не уходили почему потому что здесь ощущение не только того что я не могу остановить время не могу остановить жизнь а в том что здесь идут утраты и человек не может смириться с тем что он может утратить своих родителей что может утратить своих родителей может утратить там свои детей в контексте того что они выросли вылетели уже из гнезда до свободное плавание в том что люди приходят в нашу жизнь и уходят знаете а здесь вот такое вот ощущение я устал терять я устал терять я не хочу я не хочу больше никого терять почему потому что я привязываюсь я привязываюсь к ситуации я привязываюсь к тому что мне известно понятно я присвязываюсь к людям которые мне дорогие каждый раз когда я ощущаю вот эту вот привязку, всегда что-то происходит и я теряю, я теряю людей, я теряю ситуацию, я устал и вот смысл этой взрослой женщины которая здесь изображена и она держит эти куклы говорит о том, что из тех подручных материалов, которые у меня были под рукой, может быть где-то туалетная бумага, может быть какие-то тряпки, полотенце все что было под рукой в доме сумасшедших, из этого всего я шила себе куклы, почему? потому что они никогда меня не оставят здесь вопрос преданности вопрос в том, что меня никто не предаст меня никто не оставит, от меня никто не уйдет, я не буду ощущать эту боль, боль утраты а эта боль, она связана с тем, что я не могу принять те перемены, которые происходят в моей жизни, я не готов я не хочу, четверка монет я хочу, я держусь за то что у меня есть, я хочу, чтобы в моей семье все было так, как было всегда чтобы никто никогда не уходил, чтобы никто никогда ни с кем не расставался знаете, вот такая какая-то константа неизменимая и вот в этом очень глубокий, глубокий смысл четверки монет в колоде Таро Сумасшедшего дома, за что я ее люблю, вот за этот смысл, за эту глубину, что здесь самосаботаж заключается в том, что жизнь меняется вот то, что я говорила в самом начале по шестерке жезлов по карте победителя, что я наконец-таки внутри себя вроде бы как-то смирился то есть я держал победу над собой я понял, куда я хочу идти да, я понимаю, что мне нужно меняться, в самом начале я сказала до того, как вытащила эту карту о том, что изменения должны произойти но не то, чтобы я не готов я не хочу здесь не про готовность а здесь про нежелание потому что то, что я имею в Пендакле это про ценность это настолько дорого это настолько ценно для меня у каждого это своя ценность что та большая ценность которая мне дается а в данном случае она намного больше потому что здесь четверка монет а здесь Аркан Солнца великий Аркан то есть он дается вот это вот счастье, удача она безусловно манкая она безусловно притягательная да, я хочу быть счастливым да, я хочу быть успешным да, я хочу там иметь деньги но я не хочу потерять то что я имею сейчас для кого-то может быть комфорт для кого-то это может быть удобство для кого-то это может быть какая-то, знаете такая размеренная спокойная жизнь а тут я понимаю что придут ко мне деньги да, ну допустим если мы возьмем мою профессию да, таролог да, придут большее количество клиентов да, надо больше общаться значит не будет больше свободного времени не будет той жизни которая уже есть сейчас поэтому я не готова меняться да, то есть я не готова терять свое спокойствие я не готова терять свою размеренную жизнь либо терять как-то ну я не знаю своих друзей да, потому что большее время будет уделяться например работе вот здесь у каждого свое но суть заключается именно в этом я не готов я не иду в ногу со временем да время оно очень быстро пролетает и я понимаю что я в этом времени в этом потоке теряю то, что для меня ценно и важно но здесь я сразу хочу сказать что то, что ценно и важно здесь нужно понять что глубина заключается в том что человек не осознает что ему ничего не принадлежит ни люди ни жизнь ни время у него ничего нет единственное что у него есть это как раз таки проживание этих ситуаций это та память которая у него остается ее никто не заберет то есть вот эта вот память память о тех людях которые ушли о друзьях о жизни которая была раньше ее никто не заберет она может остаться но все остальное оно не принадлежит этому человеку а здесь вот такое вот ощущение да что вот мне это принадлежит ну давайте я уточню еще о чем здесь самосаботаж ну вот аркан дьявола как раз таки да в материальном мире я хочу удержать да вот эту вот материю материю не в контексте финансов нет услышите меня здесь вопрос более глубокий здесь вопрос в состояниях и в каких-то вот знаете ценностях ну вот например сейчас я вам приведу были например в вашей жизни какие-то очень важные значимые отношения и вы понимаете что ну мы расстались с этим человеком да ничего не вечно человек ушел расстались ну то есть не обязательно то есть не умер а просто произошло какое-то расставание но остались в памяти вот эти вот приятные какие-то воспоминания о том как это было там первые поцелуи первые прикасания касания прикосновения вот эта вот нежность то есть какие-то очень приятные воспоминания может быть какие-то прогулки я понимаю что я хочу счастливых отношений на возможно кто-то хочет семью кто-то хочет что-то что будет более настоящим да то есть там была в прошлом романтика а здесь я хочу уже что-то более существенное и я понимаю что до тех пор пока я в голове держу вот эти вот все воспоминания да я не смогу впустить свое пространство другого человека для более каких-то существенных что ли отношения более фундаментальных более приземленных и а я не готова отпустить эти воспоминания они мне дороги и получается так что и с тем с человеком да ты уже не вместе потому что расстались и новый не пришел а воспоминания есть и а воспоминания не постоянно они приходят и уходят когда приходит с ними хорошо а когда уходит чувство одиночества и вот здесь вот по дьяволу вот такая вот знаете здесь такая энергия она прям очень страстная и она не сексуальная она знаете вот когда начинается такой зуд когда начинает себя ломать именно у людей зависимых не получая какую-то свою определенную дозу да я не имею ввиду только здесь от наркоманов например когда вам дико хочется сладкого если вы сладкоежка до его до тех пор пока вы это не получите вы не можете успокоиться какое-то вот движение зуд какое-то раздражение нету внутреннего успокоения и вот здесь вот это вот примерно такое состояние до самосаботажа вы его так можете прочувствовать у кого-то в прямом смысле начинается какая-то дать вот беспокойство вот вы не можете найти внутреннее душевное умиротворение на кто-то иногда когда сидит вот правой ногой трясет а вот так вот колено то есть ощущение что что-то хочу сделать а что не могу то есть куда-то бежать как-то двигаться нет внутреннего успокоения и это как раз таки показатель вот этого самосаботажа что я хочу двигаться дальше да но я настолько себя сдерживаю до чтобы не идти туда почему вы себя сдерживается здесь по дьяволу прям аркан силы выпадает прям вообще мощнейшие такие арканы потому что здесь такое чувство что знаете вы как будто бы впадаете уже в какой-то поток и он вас вытаскивает он не то чтобы насильно он у вас уже убраться выбрасывает к новым берегам а вы из последних сил держитесь вот в этой реке потока знаете цепляетесь за что попало лишь бы вас эта река не вынесла то есть вы настолько цепляетесь уже за что-то старое что здесь уже ощущение того что какое-то вот вмешательство свыше идет до чтобы вас отвести именно в точку б да то есть потому что вы ее хотите да вам еще свыше помогает а вы еще сами себе и сопротивляет то есть я и хочу я и сопротивляюсь почему потому что вы боитесь здесь утратить себя вам кажется что то к чему вы идете это изменит вас настолько что вы как будто бы потеряете себя потеряете ту силу в тот там то кем вы считаете что вы являетесь и знаете как будто бы я стану другим человеком а тем кем стану это как будто буду не я вот я сейчас это я а там это буду не я да там кто-то будет другой другой человек другой характер и вот вы сопротивляете как будто боитесь потерять себя ну понимаем на что у нас так я всегда разговаривает хорошо безусловно вопрос должен звучать следующий да а как же выйти да что же с этим делать но как вы понимаете ответов подсказок я не даю по причине того что в самом анализы да уже здесь известно известен ответа и у кого есть уши тот услышит ответ потому что советы я не рассматриваю они внутри вас это не из вредности а просто потому что вам это ваш урок вы должны сами услышать ответ внутри себя да какой-то отголосок но однозначно то что как подсказка да то что вы держитесь элементарно я могла бы сказать отпустить это прошлое да то за что вы держитесь но здесь вам нужно копнуть внутрь себя и понять в вашем случае за что вы держитесь как еще вы себя саботируете ну вот через осуждение здесь вот урок осуждения и потерянное детство опять-таки потерянное детство вот прямо с четверка педакли то что я говорила да когда утрачено детство утрачено что-то такое ценно из прошлого до люди уходит приходит невозможность знаете здесь такое ощущение что на самом деле урок вы то что вы проходите на пути к успеху в данном случае связан непосредственно с взрослением потому что солнце это зрелая позиция это очень высокий уровень и вот здесь такое чувство что ваши детские какие-то моменты вы вы не хотите взрослеть вы не хотите меняться вы не хотите входить вот в такое знаете более взрослую позицию вам не хватает информации да опять таки мы говорим про саботаж недостаток информации вам не хватает информации о том а кто же такой зрелый человек как он поступает и именно вот это страх когда я говорила до потери себя он как раз ки про это показывает вам кажется что взрослый человек это абсолютно другой часть то есть пока я несу какую-то мое поведение детское не зрелая то вот когда зрелый человек ты становишься как будто бы теряешь ты теряешь вот это детство теряешь вот это легко это иллюзия и вот потерянное детство вы поэтому хотите знаете вот как-то не то чтобы не наигрались не прожили вам и вам хочется побыть вот в этой детской позиции как можно дольше и здесь момент непосредственно связано с вашей установкой по поводу осуждения по поводу в самокритике то есть вот ваш саботаж он выходит как раз таки через через оценку к себе то есть если сказать одним словом то ваш урок непосредственно зрелости он связан с ценностью себя через понимание насколько я я важен насколько я ценен и это вы понимаете как раз таки через те моменты когда вы начинаете сами себя критиковать когда вы начинаете сами себя осуждать за неправильные поступки с вашей точки зрения когда вы рассматриваете все через призму своих убеждений через призму своих ценностей вот для меня вот это ценно для меня вот это важно если другой человек не видят в этом какую-то ценность до какой-то важность то он является для меня врагом в кавычках да а я начинаю к себе относиться не совсем правильно я начинаю себя осуждать почему этот человек например со мной не соглашается почему не поступает так как я хочу и вот это вот как раз и детская позиция на когда вы еще по ощущение того что я еще не наигрался оставьте меня еще вот в этой незрелой позиции почему потому что я в любой момент знаете могу поиграть немножко вот в эту драму да что я такой бедный несчастный да и у меня ничего не получается и вот ну знаете вот как маленький ребенок да я не заслужил мне не дали для мне еще не дано но еще такая детская позиция что время прошло я уже не могу утрачены шансы вот этого детская позиция потому что взрослой позиции такого нету нету утраченных шансов есть всегда возможность попробовать сначала не важно возраст не важно какие рамки там ограничения ничего не важно важно только желание да что либо изменить в себе а вот здесь у вас такое ощущение что вы не хотите это менять и вы поймете что именно вы не хотите менять там где у вас есть как раз таки критика к себе до осуждения себя а почему вы осуждаете себя потому что вы себя не цените вот в этом то и заключается ваш урок когда вы пройдете урок ценности понимания осознания отношения к самому себе взаимоотношения с самим собой как вы к себе относитесь вот это я подразумеваю под слова ценность себя вот когда вы поймете как вы к себе относитесь до где вы ограничиваете свои собственные возможности говоря о том что я могу либо я не могу там умею не умею готов не готов вот эти вот все моменты там где есть критиков ваша собственная сама критика это и есть показатель того что вы не идете к взрослению да к тому что вам могут дать намного больше но вот это вот ощущение что я не хочу да то есть я довольствуюсь малым но вы уже не довольствуетесь да как-то вы как будто бы свыклись с тем что вот вот это вот мой уровень а вам говорят он далеко не этот ваш уровень до намного выше намного лучше и вы как будто бы сами себя хотите убедить в том что там где вы находитесь сейчас это ваш вот это вот ваш уровень это не так это даже одна треть того чего вы можете прийти вот такая была позиция а мы с вами переходим позиция номер два и красненькому камешку так двоечки сначала мы посмотрим с вами почему вы идете до какому успеху в чем он заключается где ваша в чем ваша . п знаете какой то здесь урок потому что по аркану повешенного да я не считаю что вы хотите скажу по-другому то что это урок это однозначно потому что выпадает великий аркан но смысл здесь заключается в том что вы идете к тому чтобы все ваши старания труды и все то чего вы лишали себя вот ради чего-то да чтоб это все случилось но ощущение того что ваш успех заключается в том что все ваши старания чтобы они не были зря чтобы то что вы делали в чем вы себя ограничивали да как то то ли чтобы это было оценено здесь утащение какой-то ценности какого-то признания чтобы я не могу понять то ли чтобы вы себя признали ну то есть поняли как того для себя определили что то что я делала либо делал это было не зря либо какое-то признание у других людей ну давайте еще уточним о чем тут десятка педагли здесь вопрос может быть либо какой-то финансовой стабильности либо непосредственно связанный с вашей семьей то есть вы идете к тому чтобы ваши жертвы либо опять-таки финансовой стороны либо ради как-то семьи до либо ради финансов чтобы они были признаны вот ваш успех он заключается в том что вот как-то как бы вам это объяснить то здесь как будто бы знаете когда человек сидит на диете да и он понимает что вот я себя лишаю в каких-то вкусняшек я себя лишаю там например долгое время проводить кровати какого-то отдыха да потому что иду и занимаюсь там спортом то есть я себя лишаю этого я себя лишаю того 5 10 но в конечном итоге это все для чего для того чтобы я был здоров для того чтобы у меня было прекрасное тело чтобы ну помимо а эстетики до чтобы это было еще и такое ну прочный так скажем сосуд надежный на в котором будет проживать моя душа то есть я понимаю ради чего я себя ограничиваю я понимаю ради чего я лишаю себя сейчас на данный момент для того чтобы в дубу в будущем получить что-то больше так вот ваша точка б в этом и заключается до ваш успех в том что те мои лишения те мои страдания труды то во что я верил то что я где-то совершал либо ограничивал себя в чем-то для чего для того чтобы вот прийти к десятке пендакли да это может быть прийти к своей семье прийти либо к стабильности финансовой либо для того чтобы выстроить уже такое знаете вот хорошее благополучное будущее до которая будет меня полностью удовлетворять где я уже наберусь достаточно опыта и знания когда я смогу просто наслаждаться либо тем что я уже накопил либо тем к чему я пришел здесь вот наслаждение через какие-то трудности через боль через ограничения через какие-то страдания в этом заключается ваш успех да то есть в конечные десятки пендакли ну интересно что это вот их вышло именно через сам повешенного до через какие-то застои остановки как тут вы свой успех до видите через лишение то есть вы уже как-то видеть его вот по-своему ваш успех он быстро да то есть вот здесь вот какие-то страдания здесь в прямом смысле ваш успех выстрадан к чему вы идете ваша точка б к выстраданному фундаменту стабильности либо к семье вот здесь что-то так интересно как то у вас еще успех давайте я его еще раскрою потому что ну вот и дьявол выпадает знаете с одной стороны вашу успех он как будто бы как это двусторонний двулигий с одной стороны вроде бы это связано как-то с духовностью с развитием да потому что я понимаю что вот я прохожу отрабатываю где-то свою карму до понимаю что-то осознаю то есть здесь через осознание да какое-то вот идет через понимание как все это устроено а с другой стороны здесь есть что-то такое материальное да что-то такое стабильное то есть вот ваш успех он как раз таки с одной стороны эти почему почему именно через страдания вот почему что меня здесь сцепило вот именно вопрос страдания почему именно к успеху десятки педакли нам нужно идти через страдания через какие-то лишения через ограничения через прой пересмотр своих взглядов на жизнь через какие-то вот переосознание то есть такой достаточно знаете мученический путь но как будто вот в этих мучениях вы находите смысл вот через эти мучения страдания вы как будто бы растете вы растет ваша душа вы получаете осознание и это связано как раз таки с дьяволом с одной стороны здесь какая-то вот иллюзорность до обманчивость проходе что ну можно но можно иначе прийти вот к тому что вы хотите к тому успеху десятки педакли можно прийти да ну вот вы почему-то выбираете какой-то вот такие страдания для себя но с другой стороны вам говорится о том что нельзя сказать что это и как-то бесцельно бессмысленно потому что через эти страдания вы как будто бы растете да вот ваш рост то здесь помимо того что вы получаете десятку пендакли успех вы получаете еще и какой-то вот свой рост именно в с точки зрения вашей души то здесь еще он как будто бы знаете вот ваша цель она какая-то многогранная даже не многогранная а вот как монетка да у которой есть две стороны нельзя сказать что решка либо орел там что лучше потому что это две стороны медали вот здесь вы как будто бы вот эту вот металь хотите получить да и при этом обращаете внимание на каждую сторону и на решку и на на орла хорошо ваша . а сейчас где вы находитесь ну вот вы и находитесь короля пендакли причем знаете опять не не говоря точно здесь имеется ввиду финансовый аспект до либо здесь и имеет это какое-то отношение к семье но и император я то есть карты такие которые показывают именно и то и другое здесь возможно ну люди смотрят кто-то что-то там либо про семью а кто-то может быть про финансово может быть и то и другое это имеет значение вот вы находитесь сейчас в моменте как раз ки короля педакли которого который хочет познать который хочет познать материальный мир до удовольствия вот эти вот наслаждение человек который взаимодействует как-то именно с материальным миром да то ли у вас задача опять-таки если это с духовной точки зрения да у вас задача как будто бы понять как устроен этот материальный мир как я могу в нем жить и наслаждаться а с другой стороны если не вне уроков да и философия то здесь вот человек который я сейчас уточню который либо учатся зарабатывать до либо как-то знаете хочет примирить вот ощущение того что вы хотите как будто бы примирить в себе вот духовные материального для вас это как будто бы действительно стало каким-то значимым моментом вы изучаете вы изучаете деньги да как работают финансы да как как можно с ними взаимодействовать так чтобы их вашей жизни было больше плюс ко всему вы учитесь взаимодействуя с другими людьми да как как просить как отдавать то есть вот именно вот эти вот моменты до двух сил отдачи и принятия как они работают здесь очень много времени вы уделяете либо финансовому вопросу либо все что связано с материи так так как таковой в том числе и с вашим телом вы как будто бы много изучаете себя понимаете на вот выпадает пендаклевые карты до кто-то учится зарабатывать кто-то учится стать ну хочет стать независимым да именно вот финансовом вопросе отделиться как то может быть от семьи понять как устроиться на работу то которая смогла бы меня прокормить и при этом приносить мне какое-то знаете вот уважение к себе чтоб я себя уважал что не просто это какая-то работа который просто мне дает денег а и самоуважение тоже чтобы в этом присутствует чтобы я как-то мог развиваться и расти через эту работу да здесь тоже такие вопросы встают принципе ощущение того что вы стоите на том пути кому к чему вы идете только путь здесь вы себе выбрали сразу могу сказать не из легких не из простых но видимо вы простые ты не выбираете хорошо почему тогда вы то есть как как сначала посмотрим как вы сами себя саботируете на этом пути чтобы прийти к десятке педагли как каким образом вы себя сама саботируете четверкой кубков саботируйте тем что у меня пока нету возможности знаете интересный такой момент если вы посмотрите на эту карту да здесь человек забился в угол внизу у него здесь обрезанные крылья и при этом есть в четырех сторонах света до 4 окна в любой момент может взять однодеть эти крылья да и вылететь то есть в принципе все у него есть для свободы но чувство того что я же не летаю я же не летаю я же не вылетел из этого окна да знаете я вам скажу причина заключается скорее всего как вы сами себя себя саботируете в отсутствии веры вот здесь как будто бы человек не верит что если я прикреплю эти крылья да я не разобьюсь что я действительно буду ощущать полет я действительно буду ощущать свобода потому что крылья здесь искусственные крылья птицы полет души состояться может но полета тела однозначно не будет и я разобью здесь чувство как будто бы я не верю я не верю не верю в себе я не верю в свои способности я не верю что те инструменты которыми я обладаю на данный момент навыками опытом он приведет меня туда куда я хочу да я учусь да я стараюсь я пробую я совершаю какие-то действия но внутренние вот это вот знаете ощущение как будто бы если бы вас спросили а что ты делаешь для своей мечты для своей цели вы бы сказали там целый список того что вы уже пробовали но внутри вот если быть максимально откровенным искренне вы как будто бы сами себе сказали что да я это делаю но я не верю что что это работает почему потому что здесь такое ощущение что вы как будто бы это делаете за глаза ну для глаз других людей сейчас посмотрю для чего вы это делаете но здесь меня такое ощущение что вы как будто вот сделать чтобы от вас отстали чтобы вам не говорили что вот и бездействуешь ты такое но внутри вы делаете как будто бы то что вам говорят вы делаете правильные вещи но из-за того что вы не верите да у вас вот вы своей своим неверением разрушаете свои результаты вы не вкладываете в те дела то что вы делаете свою свою силу то есть свою душу свое внимание вы это делаете как будто вы знаете механически да есть какой-то интерес безусловно иначе бы вы не делали вообще но нету веры нету веры в том что то что вы совершаете это действительно правильно такое ощущение что вот вам интуиция как будто бы подсказывает какой-то другой путь как вы себя сама саботируете еще вы идете в этой колоде туз мечей обалденный человек который идет идет здесь розы розы у которых есть шипы и он укололся и показывает вот этот вот пальчик до который кровит наверх смысл этого аркана здесь заключается в том что я сам выбираю розы да я как-то засмотрелся наверх вот на эти цветы на эту красоту и при этом я не отдаю себе отчет что у цветов именно у тех роз которые у тех цветов которые я выбрал розы в данном случае на них есть шипы и нужно быть аккуратным да когда ты держишь чтобы не наколоться чтобы не уколоться не вот и здесь получается так что этот сумасшедший он укололся и винит винит цветы типа я же к вам так хорошо относился я же вам с добротой то есть я вами восхищаюсь я вами восторгаюсь а вы меня наказываете да то здесь как будто бы момент наказания за что вы меня наказываете за то что я вас люблю да за то что я вами восхищаюсь но здесь вопрос не наказание да мы понимаем что это природа цветка такая тебе нужно просто быть внимательны потому что если ты идешь среди шипов ясное дело что не будь ты внимательна ты это колешься ну шипы тебя уколят и здесь вопрос не не в том что это наказание а просто в том что нужно быть немножко внимательны и вот здесь вот как вы сами себя саботируете вот какими-то знаете выбирается для себя трудный путь я сказала вам изначально отшельник до путь мученика дат путь страданий и вот вам вот в этих страданиях да вот вы обретаете какой-то смысл в том что здесь я не верю в том что крылья могут помочь мне я смогу лететь здесь роза меня наказывает тем что я укололся и вот у меня кровь из пальца идиода то есть как какой-то вот мученический путь вы выбираете что хочется сказать а если но более более легкий путь к тому что вы как вы можете прийти королева жеслов на повторе до безусловно перестать страдать до перестать выбирать те пути которые сложные где здесь такое ощущение что вы как будто бы нуждаетесь в одобрении своего пути что знаете что вам сказали да конечно трудно трудно ты вот прям страдали с такой вот выстрадал что да только ты способен только у тебя это получается потому что вот посмотри там знаете у меня за спиной там три брака и вот я все на себе тащу и вот я такая мученица хочется сказать кто делал этот выбор то есть в чем в чем здесь страдание это ты выбрал этот путь там выбрать себе такого партнера выбрал изначально ты знал кого себе выбирал да это было твое решение иметь там 35 10 детей 20 условно говоря да и то есть и понимая кого ты выбираешь себя в партнера невзирая на это ты решил что вот тебе нужна семья тебе нужны дети то есть не обращала внимание на то что достаточно эгостично что у детей должны быть родители которые включены в этот процесс до воспитания отдачи именно своим детям но если изначально твой партнер кого ты выбрал не отдавал тебе любовь да не отдавал тебе что-то то как бы он мог отдать детей детям эту любовь то есть вы здесь понимаете здесь фрида колос она причем знаете вот не случайно если вы читали ее биографию либо знакомы с ее биографии дата у нее как раз таки вот действительно невзирая на все ее трудности до в юном возрасте когда я сделали операцию и говорили о том что она вообще никогда в жизни не будет ходить до то вот здесь как раз таки невзирая на эти трудности невзирая на эти сложности она встала да она умирала в болях невозможно то есть тело условно говоря ее придавала но она вела такой активный образ жизни который позавидует человек у которого вообще нет никаких физических трудностей сложности она была очень активна и до женщина которая умела любить которая была вред преданная которая была очень такая, знаете, яркая, проживала жизнь, ну вот знаете, скажу такую фразу, задача свечи гореть, да, она горит и сгорает, но при этом она проявляет свою природу, то есть задача природа любой свечки это гореть, да, она сгорая лишает себя жизни, но это ее природа, и вот здесь, если более легкий путь, да, не отделать акцент на страдания, а делать акцент на то, что вы получаете, да, то есть не, я не хочу говорить о том, чтобы жалуетесь, не жалуетесь, а вам надо сменить фокус внимания, то есть тот путь, который вы выбрали, окей, возможно, он действительно вам нужен, потому что вы совершенствуете свои души, вы проходите здесь какие-то уроки, но с другой стороны, не делайте акцент на этой драме, что я уколол палец вот о шипы этой розы, да, а делайте акцент на том, что нужно быть просто внимательным, на том, что нужно, если вы не верите, что эти крылья смогут помочь вам лететь, да, найдите другие крылья, найдите другой способ, прям, я честно рекомендую, есть фильм, если у вас есть Netflix, я не знаю, если возможность где-то, ну, если есть другой фильм биографический о жизни Фриды Кало, то, почему я ее Калос называю, прям как Марию Калос, схожа, наверное, поэтому. Фриды Кало, посмотрите ее биографию, да, действительно, она вас воодушевит, то есть человек, невзирая на трудности, на сложности, на измены своего мужа, которым она была верна, невзирая на то, что у нее тоже в жизни были измены, но вот до конца своих дней, да, она любила именно вот этого человека, да, за его яркость, за его какой-то вот своеобразный такой темперамент, да, и никогда она не говорила о том, что боли, которые она чувствует в теле, да, у нее были моменты, когда она хотела покончить жизнь самоубийством, потому что боли были невыносимой, да, она старалась и наслаждалась своей жизнью до самых последних моментов, и прям в заключении ее жизни, вот это вот мученическое, когда впервые в жизни она попала на свою выставку, да, именно на родине у себя, не за границей, а именно у себя на родине, и врач ей запретил ее посещать, и сказал, что ты должна быть в кровати, да, тебе нельзя вставать, но это противопоказано твоему здоровью, она нашла решение, она нашла людей, которые взяли ее кровать, и ее на этой кровати, и отвезли на выставку, она пришла на свою выставку не ногами, а в своей собственной кровати, которые принесли, потому что врач ей запретил вставать, и там есть такой очень интересный момент, когда она говорит врачу, я не против, в своем духе вот этого вот бунтарства, да, я не сопротивляюсь твоим рекомендациям, поэтому я и нахожусь в кровати, но кровать принесли на выставку, и вот это вот показатель, знаете, желания жизни, желания ее наслаждения, вопреки всему, вот здесь ваш путь, да, если возвращает к нему, если более простой способ получить то, что вы хотите, да, смените фокус внимания с ваших страданий на то, что действительно вас будет воодушевлять, да, то есть смотрите по другому, по другим углом, задумайтесь, почему в вашей жизни, то есть смотрите, есть по-другому скажу ту же самую мысль о том, что если вы будете находиться в кругу позитивных людей, да, вы будете им рассказывать какие-то моменты своей жизни, которые были действительно позитивны, какие-то ваши успехи, безусловно, они были, стоит вам попасть в круг людей, которые акцент делают больше на страдания, на негатив, на нытье и так далее, вы и свои жизни, и с той же вашей жизни, те же самые истории, вы сможете пересказать иначе с акцентом на негатив, то есть задумайтесь, почему вы выбираете истории в своей жизни, да, с акцентом на минус, либо с акцентом на плюс, та же самая история, в каких-то моментах вы можете сказать, что да, я сбегал из дома, и в этом было класс, да, я чувствовал какую-то свободу, какое-то вот подростковое такое бунтарство, да, я иду против силы родителей и так далее, и ту же самую историю вы можете рассказать иначе, сказать, да, мне запрещали, меня ограничивали, меня наказывали, не пускали, я хотела уйти, да, но у меня не получалось, то есть та же самая история, но она рассказана по-разному, и нельзя сказать, что вот это вот правда, а вот это ложь, нет, это и то, и другое является правдой, здесь вопрос чисто субъективного восприятия, так смысл того, что вы хотите прийти, идите туда, куда вы хотите, получайте те уроки, но идите через позитив, идите через акцент того, что я хочу, что у меня уже получается, что я умею, что я получу, чего я достоин, не идите через негатив, нет, у меня это не получится, нет, это во всем я вижу наказание, а во всем я вижу трудности, все, такая вторая позиция, я хотела маленький раз, но маленький у меня не получается, нет, не перекрой я, так, это была вторая позиция, мы с вами переходим к позиции номер три, зеленому камешку, давайте посмотрим троечки, ваш успех, в чем он заключается, как вы его видите, куда вы идете, в чем ваш успех, в умении принимать решение, знаете, принимать решение и не колебаться, потому что здесь ощущение того, что стать человеком, двойка жезлов император, в чем заключается ваш успех, независимо от того, что вы загадали, да, какую ситуацию, суть заключается в том, чтобы стать уверенным человеком, императором, человеком непоколебимым, человеком жестким в контексте того, во что я верю, здесь ощущение того, что я не умею принимать решение, а если я и принимаю решение, то я сомневаюсь, возможно, есть какой-то, был какой-то другой выбор, да, а здесь сомнения, бесконечные сомнения в выборе, вот ваш успех заключается в том, чтобы стать таким человеком, когда вот я решил, все, я уже с этого пути не сойду, и мало того, что я не сойду, я настолько уверен в нем, что я могу доносить эту информацию до других людей, я не буду тем флюгером, в зависимости от того окружения, куда я попадаю, я вынужден, да, как будто бы отстаивать свою точку зрения, но при этом всегда есть какие-то зерна сомнения, которые сеют в меня люди того окружения, куда я попадаю, ощущение того, что вы, ваш успех заключается в том, чтобы быть независимым от мнения других людей, но здесь это вот как будто во второстепенно, первостепенно быть уверенным человеком, ваш успех заключается в этом, да, быть уверенным, знаете, тускупков, невзирая на эмоции, да, здесь ощущение того, что вот ваши эмоции, они очень сильно влияют на принятие как-то ваших решений, да, как будто бы такой некий гормональный спад, сегодня я проснулся утром, я хочу одного, а вечером я вроде бы хочу другого, и вот здесь вот чувство, что ваш успех заключается именно в холодной голове, в разуме, в логике, да, умение отключать эмоции для того, чтобы принять какое-то решение, а когда оно принято, чтобы уже не было вот этих вот эмоциональных качель, чтобы было вот ощущение, знаете, наполненности, моя жизнь, она настолько наполнена, настолько вот полна красками, как это описать сейчас, знаете, насыщенность, вот такое чувство, да, что я хочу быть императором, но при этом не холодным таким, а именно проживать, вот здесь какой-то вот микс между императрицей и императором, да, то есть я не хочу быть сухим-сухим сухарем, и с другой стороны не хочу быть мягким, как губка императрицы, а хочу что-то такое среднее, чтобы меня и жизнь наполняла, да, вот она была такая насыщенная, наполненная, чтобы, да, были эмоции, но чтобы эти эмоции не приносили мне какой-то боли, потому что боль заключается в неуверенности, я хочу быть мудрым, я хочу сделать правильные шаги, я хочу принимать верные решения, но такие, знаете, размеренные, просчитанные, высчитанные каждые шаги, но при этом все время есть какие-то моменты, которые меня вынуждают, которые меня подгоняют, такое ощущение, что мне не дают время на подумать, почему, потому что когда я начинаю очень много думать, я начинаю сомневаться, я начинаю сомневаться в той, как это сказать, в том верном решении, которые я принял, то есть я сам его и аннулирую каким-то образом, то есть чем больше я думаю, здесь как будто бы не хватает баланса между мыслями и эмоциями, потому что когда вы долго думаете, вы начинаете себя накручивать, что-то напридумываете, и следствие вот этих напридумываний, да, они включают какие-то эмоции, да, переживания, волнения, с другой стороны, я нуждаюсь, вот ваша душа нуждается в напитке этими эмоциями, да, напитаться, вот прям, знаете, проживать по полной любую эмоцию, которая у вас есть, вот прям есть необходимость в этом, то есть если я страдаю прям вот с удовольствием, если я радуюсь с удовольствием, вот все вот должно быть прям, знаете, как вот с удовольствием, без каких-либо ограничений, до дна, пить до дна каждую эмоцию, но вот у меня чувство, что вы как будто бы дорвались, какая-то здесь плотина прорвалась в эмоциональном фоне, чувство, будто вы долгое время себе не позволяли как-то вот ощущать, говорили, нет, это не нужно, это не приносит какого-то удовольствия, вот все время подавляли, подавляли, подавляли в себе какие-то эмоции, а сейчас такое ощущение, что вот они прорвали, и вот вы заново начинаете проживать там всю эту гамму, да, переживания, волнения, от минуса к плюсу, но при этом вот этот вот весь эмоциональный аспект, он идет в противорез вот именно вот этому сухому безэмоциональному императу, либо вы привыкли всю жизнь жить как-то основываясь на логику, а сейчас в вашей жизни появились эмоции, и вы не знаете, как сочетать и то, и другое, как вообще можно жить без эмоций и с другой стороны с эмоциями, да, то есть вот эти две крайности, и здесь еще и посередине император, да, такой уверенный человек, потому что чувство, что эмоции, они вас дезориентируют, и вы начинаете сомневаться в выбранном вами каком-то плане, да, поэтому ваш успех, он заключается в том, чтобы соединить именно вот этот вот эмоциональный план и логику. И выпадает Верховная Жрица, как раз-таки баланс, да, найти какие-то знания, которые внутри себя, которые приведут именно к этому балансу, которые дадут вам внутреннее какое-то, знаете, удовлетворение, успокоение не в плане холодности, да, когда я холодная, уже ничего не хочу, а вы знаете, вот, вот бывают такие дни в жизни, когда ты все успеваешь, когда ты все, что ты наметил, да, по плану, вот ты все сделал, и да, безусловно, есть физическая какая-то усталость, потому что были совершены действия, но при этом ты получаешь внутреннее удовлетворение, то есть я и туда сходила, и это сделал, да, там я переживал, там я доказывал, а здесь я что-то отстаивал, а вот здесь вот я встретился с этим человеком, он мне сказал какие-то приятные новости, и я их послушал, и меня это наполнило, то есть такое ощущение, что и дел много сделано, и эмоции разные были прожиты, и это приносит удовлетворение, усталость от наполненности, насыщенности дня, но он был насыщен на все, и на логику, и на эмоциональный какой-то фон, и вот это как-то вот приносит внутреннее в конце дня, да, вот это вот удовлетворение, вот это вот хорошо, вот к этому состоянию вы хотите прийти, в этом заключается ваше понимание успеха, неважно в какой сфере это, где вы сейчас находитесь по отношению к этому пути, в развитии, да, восьмерки жезлов, безусловно, вы что-то узнаете, здесь общение, коммуникация, здесь движение, да, к этому, причем достаточно быстрое, скоростное, на этом пути у вас по башне идут разрушения, вы видите, где, в каких моментах, здесь у вас сценарии непосредственно как раз-таки связаны с вашими эмоциями, и с вашей логикой, да, где вы, казалось бы, какие-то эмоциональные вещи хотите понять логикой, а где наоборот в логику привносите эмоции, здесь вот идет разрушение этих крайностей, вы на пути своего развития очень много убеждений и сценарий рушите, вы целенаправленно идете, да, то есть у вас есть понимание, как к этому прийти, если нету даже понимания, то так или иначе, внезапно какие-то вмешательства высших сил, какие-то ситуации, они вам будут показывать, куда вам дальше двигаться, ваша задача держать фокус внимания на то, к чему вы хотите прийти, вас выведут туда, причем это достаточно такая, знаете, скоростная карта прорыва, да, есть какая-то ноша, что быть в гармонии, у вас есть это понимание, да, что быть в гармонии, быть в балансе, это вот какой-то достаточно сложный урок для вас, но он возможен, он возможен, и вы сейчас его как раз-таки проходите, как вы себя саботируете на этом пути, каким образом, да, идет саботаж, потому что я вижу, что вы делаете, да, вы совершаете, да, трудно, очень трудно, сложно, ноша не по силе вам докажется, да, а как вы саботируете себя, высший суд, вы не идете в перерождение, вы не завершаете какие-то циклы, не отпускаете прошлое, не идет переоценка ценностей, очень сильно переживаете, волнуетесь, здесь по королеве кубков, начинаете сомневаться в той идее, во что вы верите. Очень часто возвращаетесь к прошлому. Вот знаете, в своей памяти вы как будто бы возвращаетесь к какому-то прошлому. Есть какой-то момент, как вы саботируете себя, каким образом вы ощущаете, что вот сейчас должен случиться прорыв, вы это чувствуете очень хорошо, вы эмпатичны, у вас есть это ощущение, но вы его как будто бы саботируете. Знаете, какая-то покорябанная пластинка винильная, то есть доходишь до того момента, где иголка должна прыгать, и казалось бы, да, как-то вот, возьми и передвинь вот эту иголку, да, на другой уже уровень, а вы нет, вы заново начинаете. У вас есть это чувство, что вот здесь надо сейчас переродиться, здесь сделать переоценку, глубокую переоценку ценностей, и переродиться через отпускание прошлого. А у вас это не проходит, и вы заново идете по второму кругу. Здесь какой-то сценарий, вы его не можете пройти. Что это за сценарий? Вот вторая башня. Какое-то разрушение, да, выйти на свободу. Сценарий шестерка монет. Сценарий некой такой закостенелости. Почему? Потому что вот в этой колоде, да, шестерка монет, здесь очень интересно, у нас стоит, значит, император, который настолько, как называется, как мрамор, да, настолько он непоколебим, настолько вот, знаете, стоит на своих каких-то суждениях, что ему уже неохота о чем-то думать, да, ему уже лень принимать какие-то решения. За него решения принимает бес, который сидит у него на плечах. И перед ним стоят два нищих, да, два душевно больных человека. Одному он даёт, значит, за его заслуги шоколадную медаль, а другому даёт мышь, да, вот, то есть, ну, типа, ты и так недостоин, ты не выслужился, да, и у тебя вот эта вот мышиная возня. Здесь разрушение, почему вы не идёте, да, вы никак не можете разрушить какие-то свои старые установки, да, которые приводят вас к какой-то вот мышиной возне. С одной стороны, мышиная возня, а с другой стороны, желание выслужиться. То есть, получить какую-то оценку. Вот здесь вот эти два сценария, да, когда бессмысленные какие-то действия с одной стороны идёт, всё одно и то же, одно и то же, а с другой стороны, желание, я это делаю, почему? Желание получить какое-то одобрение. И вот у вас нет вот этого вот разрушения, вы поэтому не идёте в новое. Вот в этом заключается ваш сценарий. Что здесь, как? Как вы сами себя саботируете? Какой здесь сценарий? Безжизненность. И сила шамана. Сейчас, секунду. Здесь, знаете, вот я говорю о перерождении. Здесь должно произойти вот какой-то, знаете, прорыв как будто бы именно в вашем сознании. Здесь не действие. Действие — это следствие. Прорыв сознания. Вы как будто бы... Есть блок, который вам надо... Как плотина. Здесь мне показывает плотина, которая должна прорваться. Эта плотина — это ваш блок. Вы от него получите силу, которая поможет вам вырваться из вашего сценария. Но это связано, знаете, именно с ощущением того, как будто бы у вас не хватает сил. Причём здесь не физически, а здесь вот ощущение того, что вы не понимаете свою мощь. Вы как будто бы не понимаете... Не то чтобы свои способности. Слово «сила» — это намного больше, чем просто способности. Здесь какой-то вот ваш ресурс, внутренняя мощь. Я не знаю, как это объяснить. Это ощущение. Это внутри вас. Это внутренний светящий столб внутри вас. Причём он такой огненный. Вот чувство, когда вы подключитесь к нему, вот он поможет вам прорвать вот этот ваш сценарий. Здесь перед тем, когда у людей бывает какое-то, знаете, вот озарение, осознание, да, что вот как будто бы ему что-то показывает, вот какой-то некий инсайд. Но он настолько их будоражит внутри, он настолько их, как бы так сказать, включает энергетически, что после этого, как будто бы, знаете, вот всё начинает проясняться. Вот здесь какой-то вот такой внутренний инсайт вашей жизни, он будет только тогда, когда вы погрузитесь внутрь себя и найдёте внутри себя эту силу для того, чтобы сделать то, что вы хотите. Эта сила вам как будто бы, знаете, раскрыть её нужно, как некий такой, знаете, ящик, либо сундук. Вот его нужно просто открыть, и вы увидите вот это сияние, да. Но вы его не открываете. Почему? Потому что вы не погружаетесь внутрь себя. Вы как-то вот в этой вот мышиная возня, всё вовне, вовне, вовне. А вам надо как-то внутрь себя погрузиться, найти вот этот источник силы внутри себя, не вовне, не в знаниях, не в чём-либо, внутри вас. Есть какое-то место, найдите это место, это внутреннее пространство, где есть центр вашей силы. Вот если вы туда опуститесь, вы, вот я не знаю, как вам сказать, я не знаю, как можно вызвать технически какой-то инсайт, на чём бы вам посмотреть. Но здесь вот как будто бы какой-то прорыв должен внутри вас произойти, именно вашего сознания. Это не какая-то информация, это не то, что вы должны пойти куда-то, прочитать какую-то книжку, вы всё поймёте. Нет. Вам не понимания нужны, а вам нужно как-то соединиться с собой, найти центр, вот где ваш центр внутри, он не в голове, он где-то внутри, внутри вас. Вот вам нужно подключиться к этому центру, тогда у вас будет прорыв. А вы не соединяете с собой. Здесь не про интуицию, нет. Здесь намного, ну, как бы сказать, ваша электростанция, вот вам нужно подключиться к этой электростанции. Вы себя саботируете, как я уже сказала, да, через то, что не проживаете, вам не хватает силы выйти, а силы не хватает, ресурса, потому что вы сливаете как краски на мышленную возьму. А здесь такое ощущение, что вот вам нужно ваш взор забрать в ней и погрузить внутрь. Как будто бы, знаете, отключиться, как в медитации, в очень глубокой медитации, когда у вас нету ощущения вашего тела. Вы понимаете, что вы находитесь где-то в ином мире, и он настолько реален, настолько ярок, что вот чувство тела вы как будто бы забываете, потому что душа не находится в этот момент в теле. Вот вам на эту силу нужно соединиться как-то с этой силой. Я не знаю, как вам объяснить, найти источник внутри себя. Почему я не могу это объяснить? Потому что этому нету слов. Это какой-то, вы знаете, жизненный процесс. Это как будто, если бы я вам объясняла, как работает сердце. Вы бы сказали, ну, прекрасно, сжимается, сжимается, гоняет кровь. Да, это понятно. Но от этого вы не познаете, вот знаете, какой-то вот сакральный, мистический процесс работы нашего организма, как все взаимодействует, как все взаимосвязано между собой. И вот это вот вызывает какое-то вот внутреннее восхищение, восторг. Какое-то такое, как эта мистика, это сердце, оно никогда не останавливает. Как оно может работать всю жизнь и никогда не давать сбой, да, пока человек жив. Вот, понимаете, одно дело, когда я вам словами объясняю процесс, это вот как-то сухо, а другое дело, когда вы задаетесь, как так? Ну вот, а как может сердце действительно работать всю жизнь? Никогда, оно никогда не берет отдых, оно никогда не останавливает, оно всю жизнь, до тех моментов, пока мы не умрем, оно работает. Как это? В чем здесь загадка? Как так устроен человек? Как он был создан? Вы понимаете, что я хочу донести до вас? Вот эту вот мистику, ее нельзя объяснить, я не могу вам объяснить, как вам сделать вот этот вот прорыв внутри себя, найти какую-то вот истину внутри себя. Если бы я вам могла сказать, найти себе свою душу внутри себя, где бы вы ее искали? Это не в голове, безусловно, это вот внутри. Где это внутри, я не могу вам указать, я не могу вам показать по карте, что вот это вот место, здесь живет душа, это ваше. Такое ощущение, что вот вам здесь какой-то не то, ритуалы, это вот прям, это прям совсем примитивно. Нет. А здесь как будто бы какую-то практику вам надо сделать, именно интуитивную, чтобы вот ваша душа вам подсказала, как соединиться, как слиться с собой, с самим собой. Для того, чтобы увидеть, да, чтобы вам открылись двери, для того, чтобы вы увидели горизонты будущего. Вы не видите, почему? Потому что на том уровне, вы как-то вот делаете, да, я вижу, что вы делаете, совершаете действия, у вас есть цель, вы хотите прийти к этому, но у вас это не получается. Потому что на том уровне, на котором вы находитесь, вы не получите тот результат, вам надо выйти на высший уровень, а высший уровень, это не в знаниях, и не в практике. А здесь не хватает, как будто бы, знаете, что вот лава, как извержение вулкана, вот эта лава, она идет изнутри вулкана, вот вам надо войти в этот вулкан внутри, чтобы он вас выбросил, да, вот этой вот силой давления. И тогда у вас пойдет в голове, да, вот этот вот инсайт, да, теперь я понял, поняла, как мне прийти. Здесь такое ощущение, как будто бы, вот мне показывает какую-то вот сокровенную практику. что-то такое интимное, это не вычитанное, это не, вам никто его не скажет, эту практику, это вот как будто бы, это личное, да, индивидуальное, вот как для вас, как доктор прописывает рецепты, вот именно для вас, под вас, под ваш вес, да, детям, как дают таблетки, да, всегда спрашивают, какой вес, какой рост, да, чтобы знать, либо когда делают анестезию, проверяют лекарства, не пугайтесь, у меня собака здесь ходит, поэтому, и они видно, да, она искодвигается, то есть все индивидуально, вот здесь вы как-то, вот вы сами должны себе сделать вот эту, какой-то момент, да, объединение, здесь какое-то объединение может быть, не знаю, может быть, есть еще в вашем кругу два человека с аналогичной какой-то ситуацией, когда вот вы можете собраться, да, и создать какое-то энергетическое поле, обмениваясь информацией, и вот, знаете, вот один одно скажет, другое другое, третье и третье, и вот все пазлы как будто бы сходятся, и вау, и осознание произошло, вот здесь какой-то инсайт нужен, я не могу здесь вам объяснить иррациональные вещи словами, вот в чем причина, но я надеюсь, если вы доросли, да, до этой информации, вы поймете, о чем я говорю, и вы это сделаете, и тогда вы сможете прийти, да, то есть вот именно к верховной жрице, к пониманию, к тем тайным, тайным, это тайное, это внутреннее, это что-то такое внутреннее, вот такая была у меня позиция, кому подошла, подошла, кому не подошла, здесь прям такое, что-то такое, здесь вопрос не для практиков или нет, а здесь вопрос для вашего уровня развития, насколько здесь может быть не практик человек, но который находится в резонансе с природой, с природными ритмами, и он понимает, что когда, например, Луна находится во второй и в четвертой своей фазе, да, там, расширение, либо наоборот, сжатие, то я могу поступать вот так, то есть здесь человек, который находится в ритме с въединение с природой, он чувствует, знаете, как их называли, ну, даже как и шаманы, да, чувствуя, что ветер оттуда идет, понимая, что вот если он север, допустим, вот этот ветер принесет нам дождь, а вот этот ветер принесет нам, там, я не знаю, засуху, то есть откуда это, это вот наблюдение, понимание, познание природы, вот если вы находитесь в балансе с природой, вот здесь вам это будет понятно, о чем я говорю, безусловно, может казаться, что это вот прям совсем такое иррациональное, а у меня какая-то конкретная физическая цель, здесь вопрос не в этом, здесь вопрос в том, что вы физическую какую-то, ну, вот материальную ощутимую цель, здесь подход другой должен быть, потому что цель-то ваша, она материальная, но к ней вы должны прийти иррационально, изменив себя, а вы не являетесь как-то предметом рационального существования, да, тело, да, но душа нет, и поэтому вы должны изменить себя как-то внутри, звучать иначе, для того, чтобы получить то, что вы хотите в материальном мире, материальный мир это следствие, это не причина, это следствие, причина вас, вы себя должны изменить, и поэтому настолько третья позиция, ну, не логична иррациональна, вообще мои расклады не нужно слушать головой, а нужно слушать сердцем, даже не сердцем, а вот какой-то интуитивной внутренней частью, между слов, по-другому, другие волны, другую энергию, не дословно, я никогда не говорю дословно, вот такая была позиция, я хочу поблагодарить еще раз Татьяну Дергилеву за такой расклад, за идею к раскладу, вы тоже можете писать свои идеи, хотя в разделе сообщества периодически я делаю опрос, у меня достаточно много тем, которые еще впереди нас ожидают, а я с вами прощаюсь, до пятницы, всем пока-пока, пока-пока-пока-пока,